Я заказал в интернете мячик на ebay баскетбольный и он приехал в таком виде, то есть сдутый и в принципе вот не знаю еще посмотрим в оригинальной упаковке или нет. Сейчас мы будем его открывать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот сам мячик, вроде как оригинальный, его видимо сдули для того чтобы доставить, ну собственно подешевле сделать доставку. То есть он с линиями, выпуклая и не знаю пока еще не вскрыл, но судя по всему достаточно мягкая поверхность. То есть грубо говоря должен иметь хорошее сцепление, его видимо вот как раз да сдули, чтобы сделать отправку. Надо будет его надуть и посмотреть как он вообще в нормальном состоянии будет выглядеть. Семерка, обычный взрослый мячик под взрослую руку. Ну посмотрим подделка, не подделка, не знаю, вроде это как бы не подделка, а официальный мяч. Очень приятно, что собственно кинули иглу. Так она отдельно здесь стоит тоже полтора фунта. Так в принципе в комплекте очень приятно, что есть и даже кинули какой-то небольшой насос. Что вообще просто замечательно, сам себе насос. Пусть даже такой простой стоит тоже где-то в районе трех там четырех фунтов в магазине. Ух, а тут даже еще одна игла. Аж две иглы пришло. Вообще шикарно. То есть получается в итоге мы получили мяч, две иглы, насос и еще какую-то непонятную штуку. Для чего эта сетка нужна? Это короче сетка для того, чтобы переносить мячик. Вот, то есть вот таким вот образом, когда он будет надут, можно его, ну, хранить дома, не знаю, повесить где-то в углу, чтобы он не мешался. Или таскать с собой вот в таком виде. На самом деле, когда распаковал мяч, оказалось не все так здорово. Вот, во-первых, у него все в клею. Вот. Везде клей. Панели отходят. Как, например, в местах. Вот тут вот. Панель просто отходит. Здесь, в местах, где мяч сложен, везде клей, неровные стыки. В общем, здесь вот где-то подошло, где-то не подошло. Торчит клей. Здесь все расклеивается. Написано, изготовлено в Таиланде. Но что-то как-то этот. По качеству достаточно печальный вариант. Везде клей торчит. Панели неровно подогнаны. То есть, где-то они отходят от линии, где-то они на линию заходят. Я не думаю, что это вообще будет мегаудобно в плане хвата. И вообще, что мяч не разлетится в ближайший месяц, скажем так. Поэтому я бы не рекомендовал покупать это говнище, на мой взгляд. Ну вот, еще немножечко этого мячика, замечательного, который пришел. У него панельки вообще отклеены. То есть, даже клея нету. И они отклеиваются. Где-то они... Клей вылез. Где-то ровно, где-то неровно. Где-то заходят на шов. Где-то вообще не доходят. То есть, вот такое вот качество мяча. Ну, я уж не знаю, кто его изготавливал и где. Ну, вот написано вот так вот. Таиланд. Вот. Вот такой вот. Вот оно, качество, собственно, всех его панелей и частей. Ну, полетит он обратно к продавцу. Вот. Не знаю, что продавец скажет. Сейчас отправлю им фотографии. И попрошу полного возврата вообще за этот замечательный продукт. В общем, не покупайте дешевые мячики. Брендовые. Это подстава. Это фейк. Развод. И, в общем-то, хорошо, если они будут нормального качества. Но, вот, к сожалению, не повезло. Если бы он был, по крайней мере, весь проклеен, то можно было бы поиграть. Может, он разводился бы там в течение месяца. Но, можно было бы нормально играть. На настоящий момент, мне кажется, он развалится гораздо быстрее. Особенно, если будет, собственно, игра на улице, в непогоду, то мячик этот долго не проживет. Вот такая вот замечательная штука. Вот. Не ведитесь на дешевые цены.